Считать деньги в чужом карване весьма увлекательное занятие, особенно когда речь идет о любимых актерах. Итак, сколько же зарабатывает некоторые из самых ярких звезд турецкого шоу-бизнеса? Разумеется, вся информация турецких журналистов по поводу предполагаемых гонораров актеров получена не совсем официальным путем и частенько вызывает сомнения. Однако, как показывает опыт, турецкие папарацци способны проявлять чудеса пронырливости, почти как тараканы, так что, возможно, в их словах есть доля истины. Молодые звезды сериала «Ветреный» Эбру Шахин и Акин Акинозюм, благодаря успеху своего проекта, сразу же попали в высшую лигу с весьма приличной зарплатой 30-45 тысяч турецких лир за серию. Увы, Эбру платят на 15 тысяч лир меньше, чем Акину, еще раз подтверждая, что неравенство между мужчиной и женщиной все так же актуально в сериальной индустрии. Танер Алмес, который будет играть главную роль в сериале «Чудесный доктор», за одну серию получит 35 тысяч турецких лир. Это вполне приличная зарплата для турецких звезд, хотя, разумеется, еще не Суперлига. Для Танера это будет первый большой телевизионный проект, где он сыграет главную роль. И нам остается только пожелать удачи талантливому актеру. Неслихана Тагюль, которая составит пару Ангину Акюреку в сериале «Дочь посла», может рассчитывать на солидное вознаграждение в размере 65 тысяч лир за серию. Любопытно, что актеры подписали контракт на 13 серий, и даже если проект закроют раньше, они все равно получат причитающееся им вознаграждение. Талгахан Сайшман, несмотря на череду провалов в последние годы, остается одной из ведущих звезд турецкого шоу-бизнеса, о чем свидетельствует заплата в 70 тысяч турецких лир за одну серию сериала «Чемпион». Учитывая, что сериал выходит на государственном телеканале, актер может быть спокоен. Работа ему обеспечена на весь осенний-зимний сезон, и это как минимум. В случае даже небольшого успеха проекта он будет идти несколько лет. Борчин Терзиалу после успешной работы на интернет-платформе Netflix возвращается в сериалы с весьма солидной зарплатой в 70 тысяч лир за серию. Для женщины в турецком шоу-бизнесе это весьма неплохой заработок, однако, учитывая, что она не только талантливая актриса, но и представительница одного из самых влиятельных телевизионных планов Турции, такая высокая зарплата вполне объяснима. Мурат Елдырым, который долгое время не появлялся на экранах, возвращается в новом проекте «Рамо». Сериал готовит продюсерская компания БКМ и телеканал Шоу-ТВ. Как и полагается суперзвезде, за свою работу Мурат будет получать весьма солидный гонорар в размере 90 тысяч турецких лир. Столько же возьмет за работу в сериале «Дочь посла» и Ингина Кюрек. Несмотря на то, что последние работы Ингина не пользовались любовью турецких зрителей, он остается одним из самых востребованных актеров за пределами Турции. Поэтому солидный гонорар вполне оправдан, ведь сериал можно будет потом выгодно продать. Правда, журналисты первоначально приписали Ингину феноменальную зарплату в 200 тысяч турецких лир. Однако, как выяснилось позже, это был всего лишь рекламный ход, чтобы привлечь внимание к будущему сериалу. Ингин Алтан Дюзьятан после грандиозного успеха сериала «Возрожденный Эртурул» является одним из самых востребованных актеров Турции. Неудивительно, что и зарплата у него – одна из самых высоких в отрасли. Первоначально «Желтая пресса» писала о том, что актер требует 200 тысяч турецких лир за участие в сериале «Куля», который будет выходить на телеканале «Фокс». Затем расценки опустились до 160 тысяч и, по последним более реалистичным данным, его зарплата составит 110 тысяч турецких лир за серию. А вот его преемник на посту основателя Османской империи Бурак Ащевид будет получать 300 тысяч турецких лир за серию, что является феноменальной суммой для турецкого шоу-бизнеса. Впрочем, учитывая, как Бурака любят не только в Турции, но и за ее пределами, риск продюсера вполне оправдан. Кроме того, Мехмед Базда подписал актера сразу на 5 лет, а это означает, он заберет самые продуктивные годы, когда Бурак мог бы сняться в трех-четырех сериалах. Кроме того, на съемках Османа актеру придется выкладываться по полной, прикладывая немалые физические усилия. Так что высокий гонорар в данном случае выглядит вполне оправданным и разумным. Рекордсменом по зарплате среди турецких актеров является Чатай Улусой, который за один эпизод сериала интернет-платформы Netflix «Защитник» получает 500 тысяч турецкий клир или 88 тысяч долларов США. Таким образом, за четыре сезона «Защитника» актер получит феноменальную сумму в 3 миллиона долларов. Однако не будем забывать, что американские зарплаты не сравнятся с оплатой труда турецких актеров. И то, что для турков выглядит заоблачным гонораром по меркам Netflix довольно скромно. Например, дети-актеры сериала Netflix «Очень странные дела» за один эпизод проекта получают вознаграждение в 250 тысяч долларов США. Удивили ли вас расценки в турецкой телевизионной индустрии? Считаете ли вы их справедливыми? Поделитесь вашим мнением в комментариях под этим видео. И не забудьте подписаться на наш канал.